друзья всем привет меня зовут дмитрий и вы на канале пестрецов shop итак друзья у нас сегодня распаковка стабилизатора диджай rs2 про комбо то есть это у нас полный набор поставляется он вот в такой вот коробочке коробочка весит примерно где-то ну килограмм 4 вот так сегодня я буду снимать немного вот в таком формате не как обычно на 55 миллиметров будем снимать сегодня на 24 потому что наборчик достаточно большой коробочка увесистая давайте мы ее откроем и все посмотрим что там лежит так поехали описание уникальная конструкция новейший стабилизатор по диджай имеет несколько конструктивных особенностей что выгодно его выделяют на фоне прошлых моделей центральный корпус из углепластика делает конструкцию прочной но при этом легкой что крайне важно при продолжительной работе расширенная комплектация в про комбо к стандартному комплекту добавлен мотор системы follow focus беспроводной передатчик видеосигнала и держатель смартфона для еще большего удобства и воплощение любых творческих задумок легкий и стильный при массе всего в один килограмм стабилизатор способен справиться с весом четыре с половиной килограмма на данный момент это лучшее соотношение нагрузки среди конкурентов для удобства установки камеры предусмотрена особая быстросъемная площадка совместимая с арка свиф и manfrotto сенсорный дисплей и управление полностью новый сенсорный цветной дисплей поможет сделать настройку и работу со стабилизатором максимально удобной одним пальцем вы сможете выбрать режим работы не отвлекаясь от процесса съемки а его разрешения хватит даже для трансляции видео с задней стороны рукоятки к привычному курку добавлено функциональное колесико превосходная стабилизация переработанный алгоритм стабилизации титан дает невероятно плавное скольжение кадров даже во время сильной тряски режим супер смуф станет настоящим спасением обладателей 100 миллиметровых зум объективов так как сгладят даже самые незначительные вибрации для комфортной калибровки предусмотрена возможность блокировки осей так друзья давайте для начала мы просто ух ты блин замерим сколько он у нас весит вот прям полный набор весит 3 800 почти 3 900 почти 4 килограмма да он достаточно тяжелый у нас смотрите вот в отличие допустим если вам продают уже какой-то поддельный стабилизатор да или вскрытый вот чем отличается диджаевские продукты от допустим тех же каких-то подделок давайте сейчас посмотрим здесь видно не видно объектив сфокусируется посмотрите какая ровненькая ровненькая вот эта вот строчка то есть это там где сшивается сплавляется пакет вот есть она даже не рвется то есть все сделано все сделано очень так аккуратненько ну что хотите это блин диджай все заводское так ладно давайте дальше так давайте будем вскрывать люблю пакетики открывать жалко конечно что я это не сам делаю сидя за столом но это пока коробочка у нас вот такая вот матовая так и здесь она у нас закрыта по сути скотчем фирменным давайте моего аккуратненько разрежем такая вот коробочка у нас здесь у нас такая прокладка и сам стабилизатор я так понимаю смотрите он идет полностью в сумке что у нас там еще есть а у нас то есть инструкция а запах хорошо пахнет так здесь больше ничего нету коробочку мы откладываем давайте посмотрим инструкцию диджай как всегда в комплекте вот сколько я дронов там открывал соответственно дает полностью там всю инструкцию на всех языках всякие у нас тут гарантий очки да у меня объектив извиняюсь очень немножко другой да и мне вот достаточно сейчас немножко по-другому все это как тут здесь приходится перед самой камерой крутить и вертеть но я думаю что это лучше чем 55 миллиметров на который я обычно снимаю да так а здесь у нас смотрите здесь у нас все то же самое но это у нас уже для передатчика потому что это у нас комбо набор и в комбо наборе комбо наборе у нас уже разные приблуды фокусировочный мотор ну еще какие-то этот а и холдер для телефона итак друзья вот такая вот сумочка наверное еще сделаю немножко побольше такая вот у нас тут интересная сумочка здесь у нас имеется кармашек давайте посмотрим что там у нас вот здесь пустой просто видимо туда можно что-то класть здесь у нас очень твердое покрытие отдела на тканью и здесь можно кстати ремешок вешать вот сумочка имеет два отделения верхняя и нижняя так что ж давайте мы откроем собственно говоря отделение так и что мы тут видим здесь у нас прокладочка ну давайте я буду постепенно так вытаскивать и смотреть так честно говоря какой-то наверное у нас элемент не могу вам сказать потому что я вот честно говоря я с этим стабилизатором работал всего пару раз вот знаю что он просто шикарный поэтому пока я не знаю всего но это я точно знаю что это у нас аккумулятор он полностью севший это очень странно обычно диджай они как бы поставляют такие аккумуляторы ну ладно мы его зарядим ничего страшно далее у нас идет вот кстати говоря держатель для смартфона который будет транслировать на телефон картинку с камеры далее у нас идет сама площадочка очень уникальная штука да в плане того что если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием здесь вот насколько видите есть вот такая вот грань да то есть по плоскости вам не надо будет постоянно перенастраивать собственно говоря стабилизатор то есть вы просто можете нажимая соответственно кнопочку двигать его вперед-назад так ладно площадочку мы короче убираем обратно далее у нас идет собственно говоря тренога сделана она из такого качественного металла вот но в любом случае здесь нет это все-таки металлический сплав это не пластик да то есть вот грубо говоря у меня вот же он был садится стабилизатор для телефона там достаточно было просто его поставить резко где у меня обломилась соответственно она ножка ну как бы я исправил положение но все равно знаете вот как бы остался такой вот небольшой осадочек давайте посмотрим что у нас здесь в этих карманах это у нас мотор full focus собственно говоря вот такой вот девайсик работает он вот USB 3.0 вот вы на объектив накидываете соответственно ответная часть и двигатель крутит судя по всему сделан устройство через редуктор вот собственно говоря рельсы для объектива насколько можете видеть подойдет под любой диаметр далее у нас тут а это у нас для full focus штанга так как у каждого объектива у нас кольцо фокусировки она находится на разном расстоянии вот вы будете настраивать колечко сделано тоже из металла это сплав алюминия он очень легкий я даже 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 не знаю сколько здесь ну грамм наверное 50 даже меньше грамм 30 далее у нас еще одна площадочка идет здесь судя по всему давайте откроем посмотрим да она немножко побольше будет побольше высоту наверное даже можно сказать вот я пока не могу сказать для чего она да здесь же вот есть одна площадка вот вы можете видеть как бы две сравнить да вот одна и тут чуть побольше вторая далее вот еще какой то девайс я пока не знаю что это так а это скорее всего вот как раз держатель для который держит крепит сам мотор который занимается фокусировкой то есть этот кармашек у нас с этой стороны это чисто под все фокусировочные дела судя по всему так как здесь в основном все 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 для фокусировки так смотрим дальше что мы тут видим здесь у нас у нас всякие винтики шпунтики тут достаточно много всякие ключи шестигранники с такой вот интересной головкой так далее у нас здесь тоже какое то еще крепление и тремешки здесь все это надо читать я не могу сказать это скорее всего возможно для объектива но я не уверен честно не могу вам сейчас сказать надо смотреть в описании здесь вот ремешок еще так далее у нас идет здесь собственно говоря вот этот вот и передатчик далее давайте посмотрим что у нас в другом отделении это я сейчас закрою аккуратно давайте мы откроем нижнее отделение где у нас сам стабилизатор так давайте здесь в кармашке сначала посмотрим здесь у нас проводки лежат и так вижу проводки у нас на все случаи жизни насколько я понимаю да 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 их очень много там больше там такая копна собственно говоря у нас в стабилизаторе вход usb 30 usb-c usb type-c да и соответственно здесь всякие ответные выходы да вот смотрите здесь есть usb mini-b причем две штуки причем две штуки их тут даже вообще смотрите старые есть вот прям вообще древний usb mini-a переходник на usb type-c далее у нас еще один просто кабель usb на usb type-c и здесь у нас уже пошли всякие hd майки я так понимаю да смотрите вот такой вот hdmi mini-a вот этот микро hdmi mini hdmi на обычный на обычный hdmi и здесь еще на type-c так сам стабилизатор у нас там больше ничего нету здесь у нас просто как бы место где он будет стоять вот у него смотрите здесь есть защита резиновая очень удобная штука для переноски так стабилизатор имеются замочки так знаете что давайте мы в этим аккумулятор поставим хоть там и ничего нету в нем так давайте его соберем хотя бы так берем у нас ножку опору вкручиваем ее в аккумулятор так собственно башню сейчас будем собирать и сам аккумулятор мы уже вставляем стабилизатор самое главное проверим что здесь вот эта вот кнопочка она у нас перейдена в открытое состояние так ну и здесь мы собственно говоря вставляем так и замочек закрываем все вот у нас сам стабилизатор он как бы в собранном виде к сожалению включить я его не могу так как он у нас разряжен в ноль так что еще сразу скажу как я и сказал что стабилизатор имеет здесь у нас замочки вот они их сейчас покажу поближе то есть каждый замочек блокирует свою ось вот мы сделали то есть она открылась далее так далее вот этот разблокируем и вот этот все у нас стабилизатор входит в рабочее состояние вот собственно говоря вот он в таком виде как бы должен работать туда мы надеваем площадочку площадочка вот насколько я вам объяснял имеет вот такое здесь такие грани вот эти грани вот насколько можете видеть здесь есть ролик который их подтягивать тогда здесь открытом и короче ее засовываем так вот по ее засунули вам покажу так вот мы ее отделе сумму и вот можете посмотреть вот тонкую настройку чтобы вести да вы можете ее вот так вот аккуратненько включить так как допустим если вы пользуетесь в объективе увеличением то есть переменным фокусным расстоянием у вас изменяется центровка и собственно говоря вы можете то есть поставить нужный вам фокус заблокировать допустим две оси вот допустим у нас вот так вот нужно сделать так вот так вот поставлю блокирую допустим эту ось и блокирую вот эту ось все у нас заблокировался по две оси то есть это выглядит вот так вот все не могу я могу просто настроить одну ось которую мне нужно собственно говоря я открыл замок настроил как мне нужно опять затянул все проверил и все собственно говоря вот такой вот стабилизатор далее будем короче смотреть его в работе жалко что конечно его не удалось включить так как севшая батарея под 0 сейчас я его попробую зарядить и посмотрим как он работает ну что ж всем спасибо и до новых встреч пока пока